всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о том как при использовании драм-машин дизайнера работать со своими сэмплами one-shot сэмплами но в первую очередь напомню что можно всегда в драм-машин дизайнер поменять конкретную ячейку конкретные сэмплы из библиотеки logic то есть у меня здесь создан такой луп базовый и вот например с нейр если я выделю эту ячейку то библиотека слева мне обновляется я могу здесь загрузить сюда сэмпл из какой-то другой драм-машины то здесь видно что у нас загружена драм-машина big room но при этом пресс нейр у меня из другой драм-машины сейчас я могу загрузить еще какой-нибудь ну я думаю это понятно но что делать если у вас есть своя коллекция сторонних сэмплов one-shot ударов и вы хотите их использовать то есть например вам нравится алгоритм который создает эти биты в инструменте драма но вам не очень нравится встроенные звуки лоджик для этого можно просто использовать например finder то есть можно отсюда например вот из папки сэмплами перетащить например кик данном случае и таким образом вот у нас заменяется ячейка на готовый сэмпл и таким же образом можно использовать встроенный браузер в лоджик то есть у меня вот здесь уже есть закладка с моими планшет сэмплами о том как работать с своими сэмплами в лоджик я записывал отдельное видео в базе знаний если вы не смотрели обязательно посмотрите и здесь например можно какой-нибудь снэйр или клэп положить тут вы также можно подправить подтюнить то есть все достаточно удобно и быстро и также можно конечно же заменять и остальные звуки например даже если например что-то здесь играет какой-нибудь каким таким звуком и таким это можно заменить на свой звук и драмер будет генерировать какой-то луп с используя эти звуков но вашими звуками возможно этот лупо изучать интереснее то есть тут опять же нужно экспериментировать но таким образом можно гораздо быстрее создавать какие-то готовые паттерны потом их всегда можно там перевести в миди и уже работать дальше с ними если вы хотите более подробнее узнать о драм-машин дизайнер а также вообще о инструменте драмер всех на дополнительных настройках на эту тему у меня есть отдельный курс по драмеру если вы являетесь подписчиком пакета максимум он у вас доступен видеокурсах поэтому обязательно зайдите посмотрите там есть прям отдельный курс по драмеру где более подробно рассказаны все нюансы вообще что такое драм-машин дизайнер а также о работе с живыми барабанными установками в драм кит дизайнер ну что ж на сегодня это все в этом видео увидимся с вами следующих уроках с вами был дмитрий русул всем пока